Всем привет! Это Школа Рисования Своими Руками. И сегодня у нас выпуск про перспективу, опять второй, часть 2. Здесь мы останавливаемся поподробнее на сквозном построении и как использовать знания перспективы, кроме как в построении домиков. Мы разберем на примере нескольких натюрмортов картин, которые мы часто используем, хотим рисовать. Но если вы не знаете перспективу, то все получится криво и некрасиво. Я буду рисовать, чтобы было видно сразу линером, без каких-то там стерок. Поэтому, возможно, будут какие-то ошибки, но не важно. Первый натюрморт со знанием перспективы. Здесь будет у меня, примерно для себя я обозначу, здесь будет кубик, здесь бутылка, шарик и здесь еще многогранник. Так, ну, начну прямо от куска, а начну с того, что нарисую наш кубик. Он у нас вот такой. Мы знаем, что если из предыдущего урока, да, перспективы, часть 1, если продлить две наши линии, то там, где они пересекутся, это будет как раз линия горизонта. Так, то есть вот здесь вот не может быть такого, вот так вот. Вот, здесь будут у меня ошибки, да, я рисую без карандаша. Вот у нас вот такой кубик получился. Можно ему нарисовать сквозное построение. Вот это у нас линия горизонта. Оп, и в ту сторону вводим в точки схода. На этом я подробнее не останавливаюсь, потому что мы все это уже разбирали в предыдущем уроке. Вот у меня получилось, что точки в разных местах, да, где-то что-то криво. Ну, я примерно вот так вот что-то между возьму. Где-то криво, поэтому там вот так вот досойду. Точка схода. Вот у нас получился кубик. В нем внутри лежит шар. Ну, шар я вам предлагаю никак не простраивать, хотя это тоже можно. То есть мы просто нарисуем, если он внутри этого кубика лежит. Центр найдем у кубика. Решим, что у нас шарик, например, отсюда вот досюда. Вот у него центр. И просто впишем как бы в квадрат. Вот такую обычно снежинку рисуют. И потом уже туда вписывают шарик. Потом я еще обведу какие-то моменты. Так, дальше, например, вот здесь сбоку у меня стоит многогранник. Я... Если предметы между собой параллельны, то у них будут одинаковые точки схода. То есть он будет поменьше у меня многогранник. Уходит в ту же точку схода. Линия горизонта никуда не меняется. Точки схода могут меняться у предметов, но линия горизонта одна и та же. Так как у нас здесь еще и параллельность соблюдается, то точки схода для двух разных параллельных предметов находятся в одних и тех же местах. Я строю сначала такой же кубик, а потом буду туда вписывать многогранник. Я, чтобы не запутаться, обозначаю точками. Оп, вот у меня задняя грань. Так, и теперь конкретно вот этот вот предмет, он не кубик, а я его... Это многогранник. Это раз, два, три, четыре, пять. Восьмиугольник. Восьмиугольник. Я делю пополам грань. Вот здесь первая будет грань. Эту грань тоже пополам, каждую половинку еще пополам. И так на всех гранях. И вот получила, уже встроила сюда правильный пятиугольник. Здесь делаю то же самое. Пополам, пополам. То есть в этом уроке я хочу донести, что если вы хотите построить какой-то более сложный предмет, чем кубик, все равно вам нужно знание перспективы, и вы встраиваете все равно, хотя бы в уме, не обязательно простраиваете, а воображая, все равно это должно быть сделано именно вот таким образом, через построение кубиков, через знание кубика. Вот. У меня вот такой будет. Ну, там вообще во всех гранях можно все это допростроить. Сейчас не буду все это прям допростраивать по уму-по уму. Так, например, здесь у нас сзади стоит бутылка. Потом видимые части я обведу. Просто сейчас я не очень понимаю, что кто кого перекроет. Обводить сразу я не буду. Там у нас бутылка, поэтому я не буду заморачиваться и встраивать ее в кубик. Хотя давайте заморочимся и встроим. Она вот здесь. Просто вот по композиции. Примерно вот здесь у нее проходит грань, а вторая где-то вот здесь. То есть мы должны построить такой вот тоже куб, у которого, пусть он будет тоже параллелен для простоты. Здесь будет точка схода. Здесь, вот здесь будет точка схода. Туда. Туда. Вот у нас задняя грань образовалась. Вот сквозное построение. А здесь, например, это ребро у нас, пусть вниз бутылки вот здесь стоит. Так же я веду вот сюда. Вот сюда. Здесь пересеклась вот здесь. Туда. И туда. Вот у нас пересеклась задняя грань. Вот получился кубичек, куда у нас основание бутылки. Только она получилась какая-то высокая, у меня здесь горлышко не уместится. Хотя ладно, уместится. Сюда встраиваем. Все равно я делаю центральную ось. Вот центр у нашей бутылки. Такую снежинку, да? Все, что круглое. Центр еще. Встраиваю сюда овал. Здесь тоже встраиваю овал. И боковые грани провожу. Здесь вот тоже овал. Такую же снежинку можно построить. Вот получилось основание нашей бутылки. Дальше. Вот центральную ось допродлим. Это ось симметрии, да, у нас получилось. Здесь, ну, пусть будет вот досюда. Здесь тоже так же можно вписать в кубики. Так как это довольно долго, я пока просто вот так сделаю. Сквозное построение здесь у нас набалдашник такой у бутылки. Вот досюда примерно идет еще такая округлая часть. Здесь такие сопряжения. И там еще этикетка. Тоже сквозное построение этикетки. Вот, получилась идеально правильная такая вот бутылка. Здесь у него еще этикетка. Чтобы построить этикетку, я тоже сначала строю овал. Здесь тоже овал. Но мы увидим только часть. Вот эту часть овала мы увидим. Которая обнимает. Ну, и пусть, не знаю, тут какая-нибудь еще книга лежит. Вот, например, вот эта штука лежит на книге. Или вот стол, пусть будет стол. Вот, стол. Он тоже уходит в ту же точку схода. Не совсем у меня получилось. Типа параллельные, да, должны сужаться. Так, если криво провела, провожу еще раз. Раз. И вторую линию. Два. Вот у нас как бы стол, на котором все это дело стоит. Туда уходит. Можно даже не прорисовывать. А здесь, например, он закончился. И здесь он уходит в ту точку схода. То есть, вот в вашей голове, на самом деле, если вы будете много заниматься построением, в принципе, я всем советую строить насквозь. Вот там у нас стол, да, получился. Это должно выглядеть примерно так. Так, вот так я уже сейчас просто, да, рисую на глазок. Так, в принципе, все. Сейчас я обведу видимые части. И будет понятно. Здесь такая вот у меня браш. Что у нас ближе всего у нас... О, кстати, получилось, что у меня в невесомости парит пятиугольник. Ну ладно. Он у нас на переднем плане, поэтому я начну с него обводить. Оп. Там как-то так. Потом у нас идет кубик. Что зачем, да, просто стоит. Потом идет шарик. Здесь еще забыла обвести стол. Немножко кривая линия, да, пошла. Не обязательно делать сразу на таком уровне. Но нужно понимать, что все, что мы видим, можно построить, да, и лучше простраивать. А не рисовать на шару. Хотя бы где-то в голове. Вы можете это не на бумаге, а в голове просто простроить. И нарисовать уже правильно. Простроив это в голове. Здесь у нас этикетка. Вот такая получилась, да, картинка. Казалось бы, элементарная. Но чтобы она такая вышла идеальная и красивая, я до этого все простроила. Все, я думаю... Ну ладно, у меня сейчас время. Давайте попробуем еще какой-нибудь пример. Так. Где у нас еще какой-нибудь супер бытовой? О, вот. Очень любят всякие... Делать кривые овалы. Давайте покажу, как делать овалы. Тоже какой-то нотюрморт, но не такой архитектурный он у меня будет. Так. С корзиночкой. Очень хочется просто показать вам что-то такое, где, казалось бы, можно нарисовать на глаз, но если это нарисовать не на глаз, а все-таки с какой-то знанием перспективы, это будет лучше. Так, ну вот, давайте вот такой я выбрала. Здесь у меня будет типа тазика деревянного. Здесь тыква. Какая-то тут бутылка, и тут бутылка. Здесь какой-то еще стакан с яйцами. То есть обычный нотюрморт, который люди обычно рисуют на глаз, да? Мы его сейчас построим. Линия горизонта у нас будет... Ну, давайте мы ее сразу зададим. Вот здесь. И вот здесь у нас стоит... Довольно тяжело. Так, конечно, без карандаша. Ну, ладно, ничего. Здесь у нас стоит таз. Он у нас... Здесь вот такой. А здесь... Ну, пусть будет вот такой наклон иметь. Он будет узкий вот здесь в ширину. Он без наклона. Теоретически можно еще и с наклоном сделать. Вот такой тазик. Везде проставила точки, да? Чтоб не запутаться. Увела в точки схода. Сейчас поймете, где тут тазик. Пока я рисую просто, по сути, прямоугольник. Так, и вот эту еще линию. Оп. Посмотрите, у меня здесь получилась здесь точка, а здесь здесь. Я знаю точно, что в перспективе все должно уменьшаться. Поэтому ширина внутренней вот этого прямоугольничка, она должна быть уже, чем вот эта. То есть вот эта неправильно. Где-то я тут скосила рукой. Поэтому я знаю, что она вот здесь где-то должна быть. Значит, вот здесь у меня линия как-то косо пошла. Вот так она должна пойти. Вот у меня получился такой вот прямоугольник. Видимая часть у него, это вот эта грань. И от него вот так расходятся. Давайте я на всякий случай обведу видимую часть, чтобы было понятно, что тут видимое, а что невидимое. Невидимые линии я всегда тоже простраиваю. Вот он, вот эта видимая часть, которую я ярко обвела, а внутри невидимое. И чтобы сюда встроить тазик, я делаю опять снежинку. Диагонали провожу. Криво провела. Вот. Через центральную точку диагонали провожу вертикаль и горизонталь. Вот у меня получились точки. И вот, когда вы вот так простроите, у вас здесь должен быть он вот такой более пологий, как будто с таким навесом. У вас получится адекватный тазик. И с той стороны тоже простраиваю снежинку. Та, которая невидимая часть. Оп, и вертикаль. Вот у меня тоже получились четыре точки. Вот я их даже соединить могу, да? Оп, 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 оп. И тоже я встраиваю туда мой тазик. Просто кругляшок встраиваю. Вот. Вот получился таз. Здесь я соединяю просто эти два кругляшка вот такой линии. Рисую. Ну, вообще, по-хорошему здесь надо еще один нарисовать. Ну, толщинку у тазика нужно нарисовать. По-хорошему нужно еще нарисовать. Давайте нарисуем по-хорошему. То есть я нарисую еще один квадратик, который тоже во все точки схода идет. Я рисую как бы до диагоналей его. Там, где диагональ пересекло, там веду вертикальную линию. Горизонталь пересекло, горизонтальную линию. И вот сюда теперь встраиваю тоже шарик меньшего диаметра. Так. Вот он. Вот четыре точки. Раз, два, три, четыре. Вот. И получается в этот же квадратик я встрою... Так. Ну, тяжело, конечно, не путаться во всех этих линиях, но потом, с опытом вы привыкнете. И вот получился у нас вот такой вот таз. Там сзади может быть еще что угодно. Здесь вот, ну, это было самое важное. Сейчас обведу видимые части. Так, здесь, здесь. У заднего кружочка я вижу только вот эту часть. Ну, и там бывает, что их вот такими ободами скручивают железными. Тоже по-хорошему это все можно простроить. Но если вы хотя бы простроите основные какие-то вещи, и там еще вот из этой точки с центральной введем в перспективу. Это сейчас будут такие перекладины поперечные. Вот отсюда тоже, да, разделили на сколько-то частей и ведем их в точке схода. Не оба куда, а в точку схода. И у нас получится, что здесь такие обода, как бы металлические нахлесты. Здесь не важно, что мы рисуем конкретно там этот обод, а сам принцип, что надо простраивать, да, все, что вы рисуете. а не просто рисовать на обум, хотя на обум тоже можно. Тренируется глаз, и потом вы, зная построение, уже просто на глаз вы будете автоматически правильно рисовать. Уводить линии не оба куда, а все равно в точке схода. Это там вот как будто вот эти вот деревяшечки, из чего тазик сделан. Они тоже идут в точку схода. вот. И внутри мы что видим? Мы видим внутреннюю часть тазика. Вот она, забыла обвести. Все, и вот у нас получился вот такой красавчик тазик. Это просто я делаю ради света тени, чтобы показать, что это в тени. и это тоже в тени чехол кожи. Вот такой у нас вышел таз. Ну, дальше может быть что угодно вокруг. Если есть какие-то у вас вопросы, если непонятно, как построить какой-то предмет, а любой предмет можно построить с точкой схода, это будет самый правильный вариант делать это все с точками схода. Вот точки схода у нас. Пишите, и я разберу прям какой-то конкретный, не знаю, машину так можно построить, трактор, дом, любой предмет, быта, сковородки, человека с помощью перспективы построить, пенал, книгу, не знаю, что угодно. Все нужно в голове простраивать сквозно. Не обязательно прям в реальности. Вначале даже прям линиями строить, да, вот как я тонким линером, а потом уже обводить. Можно в голове все это устроить и рисовать только уже как бы конечные правильные линии, то, что я рисовала вот этой вот темным линером. Все, на этом у нас урок построения перспективы часть 2 заканчивается. Жду ваших вопросов и с удовольствием запишу еще любое количество частей перспективы или других тем, если у вас будет такой запрос. На следующих курсах мы разберем следующие темы и будет еще много-много видеоуроков. Так что приходите к нам на курсы. Мы будем также разбирать разные базовые темы, а уже на практике в приложении Zoom мы будем эти темы использовать в картинах непосредственно. все эти базовые уроки. Все, всем спасибо, с вами была Фанасья Удария и школа рисования своими руками.